здравствуйте дорогие подписчики на сегодня довольно сложный вопрос вопрос касать касающийся организации вот готов в которой я был пишут опять-таки бывшие ученики последователи вишну дева поэтому сегодня тема такая будет скорее всего не для общего обозрения на более точечная разберем интересные темы конечно расскажу видение постараюсь компенсировать тяжесть самой энергии этой организации потому что действительно такие видео обычно очень тяжелая но постараюсь рассказать постараюсь рассказать максимально интересно вот с приведением большого количества доводов аргументов и соответственно не будем затягивать зачитаю письмо вот и постараюсь на него ответить так здравствуйте в аэрагия матхава лакшми у меня к вам очень интересный серьезный вопрос есть я видел много ваших роликов где вы рассказывали ваш личный опыт обучения в монастыре усами шнудева вы ушли из монастыря естественно вы принимали прибежище у гуру без него бы не стали учеником мирянином тем более монахом то есть вы установили кармическую связь с организацией и гуру вот у меня и возник вопрос если вы приняли если вы поняли что это лжи гуру то как тогда аннулировать принятие прибежи то есть разорвать кармическую связь с этой организацией этим гуру вы не один такой но я знаю что не один конечно на самом деле на таких людей у огромное количество на одной из фишек этой организации было то что когда ты приходишь в эту организацию для что получать знания должен принять всевозможные кармические создать кармические обеты да или при принятии так называемое прибежище создать кармическую связь с духовным учителем санга и так далее да вот но я сейчас постараюсь прояснить все эти элементы чтобы мы понимали ценность этих элементов или их наоборот бессущность так дальше давайте дочитаю дочитаю полностью все письмо я тоже принимал прибежью с вами шнудева 2005 году на семинаре но через многие годы понял как и вы что попал не к тому человеку скажу аккурат скажу аккуратно так просто помахать этим людям ручкой забыть их я думаю этого мало ведь был проведен ритуал серьезные связи есть при признавая не признавая но она есть повторю еще раз вопрос как аннулировать принятие прибежи то есть разорвать кармическую связь от организации этим гуру если вам интересна идея то можно снять ролик на эту тему зачитать например моё письмо я не против я не против и дать ваш ответ таким людям заранее огромное спасибо за ответ на мой вопрос смотрите давайте по порядку разбирать я в целом понял вопрос на самом деле относительно прибежища все дело в том что мы практически все воспитаны на на руинах государства которая которая жила вот в атеистических устоях единственное знание связано с духовностью у нас есть из так называемых христианство но христианство это весьма специфическое учение которое не отвечает на те вопросы которые допустим на который может ответить традиции индуизма то есть они немножко отличаются по своей структуре соответственно опыта у нас и мышление как такового относительно традиции связанных с ведами очень мало вот так вот так называемое прибежище которые минцев или вишнадев навязывает своим последователям на самом деле эта практика взятая из тибетского эзотерического буддизма ну или вообще и из тибетского буддизма то есть что я хочу сказать сам вишнадев претендует на то что традиция которую он якобы дает является исключительно ведической да то есть пришедший из индии но прибежище которое он дает до принятия прибежище в традиции индуизма не существует нет ни одного ашрама нет ни одной школы нет ни одной традиции в которой было бы прибежище но этого вообще не существует ни в одном ашраме и на юге не на севере ни на западе на востоке индии нет нет такой практики но эта практика действительно существует она существует тибетском эзотерическом буддизме а существует ли посвящение у вишну дева а вот которое бы он получал в тибете у какого-то там ламы какого-то тулку там и так далее конечно же нет и он сам об этом не говорит да действительно у него нет посвящений он эту практику взял из литературы и интернета да то есть пошерстил всевозможные практики связанные с тантрическими практиками тибета потом связано с дзвукченом и там действительно есть так называемая сама и принятие прибежи чего духовного учителя и так далее да то есть но это более более разработанная традиция в индии это происходит естественным образом там никто ничего никому не на не навязывает не заставляет принимать прибежь или от него отказываться как бы этот процесс происходит естественным образом но в тибете зачем-то это ввели до для того чтобы но там мог карма людей похуже да и чтобы была ответственность да то есть это искусственный способ манипулирования сознанием нашим сознанием когда нам навязывают что вот у нас есть сама я с духовным учителем сашрамом там и так далее да мы начинаем об этом задуматься до раз у меня есть духовные связи какая-то саймайные отношения я буду их бдить да то есть я буду стараться в индии вообще об этом никто не задумывается потому что они в принципе не могут нарушиться а вот но одна 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 из назначений этой практики это то что способ принятия прибежища создает связь с умом и связь посредством ума через ум с самим вишнадевом как собственно и с духовным наставником васудевой да помнится васудева он они всегда мягко говоря старались подгадить друг другу да не могли поделить учеников у них постоянная битва была война между учениками сейчас та же самая ситуация тут недавно узнавал все то же самое как было ранее так и осталось они друг друга мягко говоря ну не уважают да то есть у них такие вот весьма странные отношения тому есть объяснение так вот васудева называл вишнадева злым духом живущим в умах своих учеников вы знаете в этой фразе есть смысл дело в том что те кто были вашими они частенько рассказывали что минцев действительно может входить в состояние сновидения он действительно обладает очень сильный концентра сильным сильной концентрации как-то правильно сказать сильной концентрации ума да то есть вот эти практики сужения сознание все такое но это практика связаны с сознанием плане энергии конечно он ну никакой и мы сами можем заметить что книги которые он пишет стихи которую да ну там вообще энергии нету это просто болтовня ума которая не вызывает никаких эмоции то то есть это указывает на что энергии просто нету плюс то что он рассказывает учитывая то что за этими его словами нет никаких движение энергии это указывает на чаще всего указывает на то что это просто ложь и на самом деле вашими когда я был да и многие другие последователи они замечали что иногда он являлся в состоянии сновидений на день своим ученикам но эти сновидения были примитивные обычные человеческие то есть он до некоторой степени может входить состояние осознавания своих учеников и своих последователей но при этом он также и учеников испытывая используют как доноров да то есть он по сути для него ученики это как доставщики энергии да то есть не более не больше не меньше объясню почему на самом деле представьте себе там есть некоторые последователи которым которые занимаются там 10 15 20 лет уже да и у них нет никаких результатов но как так как такое вас вообще возможно такое бывает только в том случае когда энергия куда-то тратится куда может тратиться энергия только если гуру ее забирает но если и гуру ее забирает энергию значит это не гуру это демоническая личность и он действительно так и выглядит так вот прибежище которые принимаются в ашраме это на самом деле практика ложная у которую на которую у самого минцева посвящение нету вот нету и естественно если минцев но вишнадев дает эту практику то опять таки это практика основанная на лжи то есть он дает ее с какой-то целью с целью опять таки контроля своих последователей посредством влияния на их умы это действительно возможно когда мы выполняем когда я был в этой организации да там дается очень много практик связанных с пустотными мирами и появляется возможность углубление в состоянии осознавания да то есть энергии нет кундалини нет чакры не работают но осознавание довольно сильно но она конечно нечистая то есть кармами там никто ничего не знает как делать самадхи нет как бы такое вот ну то есть в плане концентрации возможно какие-то результаты есть но самадхи только за счет одной концентрации не реализовать тем более там вот эти сказки про тело света про радужное тело но это бред просто бред когда когда я знаете когда смотришь на вишну дева и видишь тяжелую тучную походку ковыляющую да как будто бы это идет там старик уже тут тучный толстый старик вот то же самое у васудевы да то есть видно что люди стареют но стареют сидеют там лысеют лицо отечное тело тучная йога не занимаются да ну как бы но это же видно что это там но это сказки сказки про тело света и радужное тело как бы в таком состоянии тело и радужного тела не будет тем более тело света я уже не говорю про другие уровни реализации вот поэтому вот сама практика прибежища это на самом деле ложная практика и это один из тех вариантов лжи которые там присутствуют далее давайте будем по по списку да вот относительно прибежища то есть даже если мы принимали или давали какие-то обеты и принятия якобы там принимали прибежище я вам дам совет на самом деле поскольку эта практика ложная да то есть он не получал посвящение соответственно мы ничего не принимали но все-таки мы что-то делали так вот вот это все-таки что-то мы делали это есть связь с нечистыми существами с духами я расскажу видение в одном из видений я видел один из символов в ринда вана да то есть ну я с друзьями с учениками частенько ездим в святым местам и видение я увидел во время медитации один одно из святых мест в риндавана но да и до этого святого места мне оставалось буквально может быть метров десять и я понимал что мне надо туда вот вот цель моей жизни цель моего существования цель моего развития но я не мог туда идти знаете почему потому что мои ноги были зажаты между очень большой ну как очень большим где-то высотой около трех метров это три на три может быть сарай огромный сарай и из черного знаете вот как обуглишь обуглившегося дерево а вот и этот сарай когда я на него смотрел я понимал что это символ тех энергии которые присутствуют в присутствовали в том машинами в котором я был в монастыре этом вот в этой псевдо религиозной организации и вот этот вот сарай он был настолько рядом настолько близко ко мне что он зажал мои ноги между каким-то там не знаю бордюрой между какой-то бордюра или между какой-то стеной и соответственно самим сараем да то есть мои ноги были зажаты я понимал что мне надо пройти чуть-чуть 10 метров но я не мог этого сделать ваши мои ноги были зажаты и когда я смотрел на ноги я понимал что именно через ноги так почему проблемы с ногами потому что именно в ногах находятся самые тяжелые греховные кармы которые мы создаем своей жизнью так вот все те якобы благословения все эти знания и все те благословения за вишнудева которые вы получали допустим у него вашими на семинарах тем все те знания все эти посвящения это греховная черная энергия в ваших ногах и она будет мешать мешать развиваться и в этом видении я не мог пройти к этому святому месту вовне и специально не рассказываю как бы такая тема знаете не хочу в этом ролике рассказывать что-то возвышенного такого красивого рассказывать да вот и я не мог я дергался да я понимал что вот-вот мне чуть-чуть но я не мог ничего сделать потому что мои ноги во-первых были зажаты во вторых они были жутко грязные я видел их астральное состояние да я понимал что это все из-за да и эти это то что мне препятствует это есть плод всей всей той деятельности которые я посвятил этому жулику вот ну да как бы этому лжеучителю а вот другими словами обратите внимание здесь символов того что и у меня было прибежище не было я ни разу не видел никаких прибежищ в духовных мирах и чтобы эти были прибежищ связаны с какими-то там божествами небесными существами духовными учителями и так далее не было ни одного знака но были непрерывно на протяжении всего это даже до сеть до нынешнего времени объясню почему потому что на самом деле минцев до сих пор это опять-таки пробивал через друзей относительно этой организации да и вы знаете что до сих пор до сих и даже сам минцев смотрит мои видео как я понимаю даже с духовным наставником то есть это эти два клоуна как бы понимают что они в пролете но тем не менее пытаются еще что-то как-то там что-то планирует вот не знаю что прокомментировать но это для меня это забавно по крайней мере и соответственно вот этот вот сам по себе сарай но я его называю сарай можно назвать гараж какой-то да но символ черного это вот сарай это символ этого ашрама символ символ этого этой ложной организации ложной структуры обратите внимание там не было ни одного какого-то благого символа только препятствия то же самое с каждым учеником с каждым последователем который получал посвящение посвящал прибежище получал прибежище в этой организации прибежище получить в этой организации не получится но создать нечистую связь с демоническими существами легко и вот то что я описал вот эти препятствия на самом деле в таком состоянии находят находятся все ученики это не прибежище это создание дурной кармической связи с демоническими личностями с тем же васудева и с тем же нандасадху с тем же вишнодевом с той же анандалилой вот это это все личности которые ну не знаю находятся в состоянии деградации суровой деградации а вот хотите ухудшить свою судьбу да пожалуйста на самом деле для того чтобы поэтому относительно при какого-то прибежища волноваться не стоит расслабьтесь его нету волноваться стоит относительно дурной связи с демоническими существами с этим демоническим ашрама тогда вот это вот действительно на чем о чем стоит задуматься и это решить возможно посредством того что мы получаем получаем посвящение в другой какой-то авторитетный признанной и духовной организации как это происходит духовная структура просто перебивает свои духовные силы просто выталкивает как мусор вот эти вот все нечистоты поняли да то есть не стоит бороться если вы будете бороться как бы потерять огромное количество времени на своем на своем пути в своей практике да я пробовал этот и тот метод лу самый лучший способ это получение посвящений традиционном индуизме и те же самые кришнаиты допустим с учителем шривой прабхупады это один одно из тех авторитетнейших направлений которые у нас возможно получить на территории бывшего советского союза смело следуйте этой традиции смело получаете посвящение вы смело занимайтесь жертвованием кстати по поводу жертвования тоже очень важно я знаю что все кто приезжали на эти семинары оставляли деньги так вот по большому счету вот эти вот то что вы с мы или мы оставляли деньги у меня даже самая ситуация тоже куча денег туда зафигачил и когда мы оставляли деньги мы по сути деньги жертвовали демоническим существам лжеучителям лже традиции и мы получаем просто нищету бедность и страдание почему потому что мы жертвовали силу глупости силу невежества понимаете мы не разобрались не разобрались что такое традиция индуизма как правильно каким качеством должен обладать духовный учитель да мы даже поверьте у нас когда многие которые приезжали в эту организацию никто не задумывался о том что в индии не существует ни одного ашрама ни одного ашрама а там ашрамов десятки сотни тысяч огромное количество огромное количество не существует в индии ведическая традиция ни одного ашрама в которой которым живут женщины почему потому что женщинам в ведах запрещено не рекомендуется получать посвящение саньясу каких-либо монашеских структурах женщинам не дают почему потому что это противоречит их природе если женщина получает саньясу она перестает развиваться потому что включаются разрушительные законы соответствии с ее природой вуаля кто-нибудь у нас задумался об этом все едут да классно монахи там монахини все такое невозможно понимаете но у минцева есть вторая половина это как бы женский ашрам вместе живут и монахи и монахини ну не нет такого даже ни в одной традиции на планете в то же самом то же самое христианство нет смешанных монастырей это вообще в принципе противоречит саньясу понимаете нет минцев придумал что то есть это это даже это не то что я говорю пожалуйста можно поехать в индию вы сами все это увидите ну нет женских ашрама нет минцев дает посвящение женщинам и заставляет их быть монахинем ну в дню чушь ну глупость ну невежество да вот но у нас почему-то никто не задается это отсутствие знания от зуда отсутствие образования отсутствие разума до отсутствие какого-то каких-то базовых понятий таких таких проблем огромное количество относительно шива прабакары дака якобы своем духовным учителем то вообще ну там просто откровенная откровенная глупости невежества я разговаривал на эту тему с монахом который 1 1 приезжал в индию в этот ашам шире прабакаре он уже его нету да он вроде там как умер какие-то там 80-е года но неважно вот я у него спросил слушай вот минцев до рассказывает что-то его учитель который там прожил 300 лет у нас рассказывают здесь что он бессмертный хотя в индии он оставил тело номер умер как обычный человек никакой реализации никакой реализации минцев нам рассказывает что он прожил 300 лет а там прекрасно значит он 300 лет не прожил там что-то около 80 лет он прожил понимаете здесь нам рассказывает что он реализовал тело света там находится его могила это кошмар так вот я у него спрашивал да это айшварь янанда да и когда у него спросил он говорит я говорю ногой ну вот ты приехал да а он сейчас уже ушел и мы так общались с ним лет пять или шесть назад я не помню уже когда может даже больше и от расскажи как на самом деле было он говорит ты знаешь вот ты прав во всем вот все что ты рассказываешь прав но тогда когда я начал рассказывать он еще был в монастыре но когда ушел он понимаете и он он не стал рассказывать он я я понял почему не стал рассказывать все потому что он понимал что он проиграл это сам для духовной практики это самая большая печаль внутренняя печаль это это досадно досадное состояние когда ты следуешь посвящаешь всю свою жизнь и посвящаешь тому кто того не стоит это просто больно и он не стал рассказывать детали он просто сказал да вот все что все что ты рассказал это правда и относительно шива прабакары когда когда этот первый ученик приехал а потом приехал и минцев туда вишнадев да а вот их там никто не знал то есть один из учеников шива прабака прабакары с которым он якобы познакомился в болгарии на семинаре йоги но при этом шива прабакара не ездил никогда в болгарии на семинары ой на фестиваль по йоге а в болгарии это специально когда велось дело расследование относительно минцева меня тоже нашла полиция и я давал показания но как свидетель вот соответственно меня там допрашивали расспрашивали и я у них спросила ребята вот там рассказывают что там фестиваль какой-то в болгарии бы восьмидесятых года вы знаете они специально наводили справки оказывается ну где-то там по по своим службам оказывается в болгарии никогда не было фестивалей по йоге от слова совсем ну бред ну понимаете нам просто мягко говоря обманывали нас нас всех обманывали вся вот это вот все учение это филькина грамота этого всего не существует плюс в службе миграции вишнудев никогда не ездил в болгарию он никогда не пересекал границу советского союза и болгарии то есть нету ну как бы понимаете существует статистика и можно пробить когда какой человек куда ездил да это делается долго это возможно довольно сложная работа но когда им занимались я специально вот эти вопросы узнавал оказывается никогда туда не ездил зачем это все рассказывает то есть гуру который никогда у шива прабакары вроде как по легенде даже нету паспорта ну как бы он вроде как там саньязи все такое да как бы они не нуждаются в этом никуда не ездил из индии вот в болгарию на фестиваль которого не было и в этот на этот фестиваль минцев вишнудев никогда не приезжал понимаете но при этом нам рассказывают что вот он получил посвящение потом да и но это вот и когда они уже был когда уже минцев приехал у меня кстати видео есть на канале относительно первого его приезда это просто смех вот это смех он смотрит с мягко говоря глупыми глазами на этих пуджаре на этих последователей там на ашрам очень маленький то есть этот учитель он во первых не обладал какими-то мистическими способными ситы способностями ситхами и он конечно же не был бессмертный может он был каким-то там местечковым духовным учителем лидером йогом и так далее но йога ситхой точно никогда не был у него маленький ашрам я прекрасно знаю индусов если бы это был супер 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 гуру ситхами способностями ашрам был бы просто огромный ну как везде но почему это этого аля духовного учителя как бы там 33 пуджаре и там или два пуджаре один сторожи все как такового ашрама просто нету вместо самадхи ну и и все на этом вот и когда они туда приехали там еще такая хухма была как бы руководителя ашрама типа придала пригласил говорит ну можете там пойти помолиться у учителя они пошли начали петь гаи три мантру я ржал простите простите за это вот да я бы я просто смотрел на это думаю ну боже ну какая гаи три мантра как бы должен читаться гуру про нам как минимум но не гаи три мантра гаи три мантра не читается на месте самадхи читаются гимны посвящен гимны мантры преданности духовному учителю призывание благословения ну гаи три мантра вообще не связано с этой традицией и они сидели а и у минцева глазки бегают он туда-сюда смотрит он не знает что делать он такой весь в растерянности и вашими да как бы ну вот кому интересно в самом начале там есть это это видео вот я даже не стал делать какой-то ролик чтобы показывать вот вот минцев тут облажался еще что-то там все все и так очевидно все и все и так понятно вот то есть вся вся вот это вот да то есть если учитель учитель ложный то вся традиция она ложная ну то есть как бы нет этой лая йоги нет этой анутара тантры как там да плюс плюс сама система само учение это она она понимаете на каждые пять лет она меняется допустим первый раз я писал писал письмо еще помню девяносто девятом году и мне присылали тексты исключительно скопированные из книг сёка асахары вам синрико да то есть минцев он и многие ученики которые были первыми да я сейчас не знаю там саде ты жесть по мою за умом пришла так вот они все были последователи минцев тоже сам в то же самое время да но он вроде как мирянина был при этом украл там книгу сумку с когда он развалился он украл огромную сумку с видео кассетами с аудиозаписями с книгами да и вроде как там не знаю там чем он занимался для чего этому все было но как бы есть такая легенда то же самое время есть подтверждение относить относительно того что вишну дев еще было некоторое время даже кришна это то есть он следовал той и тот той традиции в результате решил создать свое аля духовное учение и так далее а вот ну и у него она собственно такое вот да и когда я тогда пи первые разы писал потом в 2001 по моему до появились знания связанные с шивой да то есть именно с 2001 начали почитать бога шиву до этого шиву почитали только лишь как образ шива лингома да то есть это в очень малом количестве в основном почитали духовных учителей всевозможных там несрагадата махараджи так далее а вот после 2001 года начала начал делаться упор именно на традицию бога шивы вот но опять таки это произошло после того как я исключительно я друзья мои когда я привез приехал привез книгу которую я у меня было дома это была книга книга с вами шивананды вот традиция сейчас скажу традиция не помню как называется практики почитания бога шивы что такое или традиция с шивой да или как-то так вот и там были и гимны и истории связанные шивой да то есть книга написана очень просто очень очень интересная книга да вот так вот именно с этого момента потом мы начали начитывать всевозможные стотры вот именно из этой книги но я же прекрасно знал откуда это все и я просто молчал они они как бы данный наблюдал за всем этим спустя два года вдруг после того как появилась информация о шри дататрея это один из аватаров традиции индуизма до минца начал рассказывать о том что вот мы находимся под покровительством там все такое там сам продает там все вот там уже типа уже дататрея уже уже шива отошел на второй план уже там дататрея начал да потом появился рамалинга с вами да то есть она знаете одно приходит другое уходит одно приходит то что было до этого отмирает она уже ненужная дату был анутара как анутара йога ашрам что-то такое да или в вашем как же не там назывались анутара тантра санга что такое гухи самаджа потом спустя уже какое-то время там уже деви лока да то есть они всегда пытались откреститься от своего прошлого и так далее и на протяжении всех этих лет не было никогда какого-то определенного учения были были вводились практики в 2003-2004 году вообще связанные с тибетским ой с китайским буддизмом дзенским буддизмом то же самое тот тот же самый метод мягкого масла уже слишком никто правильно не имеет не умел концентрироваться практике концентрации выполнять у всех болел болели головы айминцев сам даже не знание не очень-то разбирался в этом мы собственно и он ему ему пришлось ввести эту практику при причем взять из китайского до оси 0 это даже не до оси зма это китайский буддизм вот ну что-то наподобие дзен но сама практика взята из до оси зма то есть там такой суррогат кстати практика 4 бсб 4 безмерное состояние души эта практика взятая из исключительно аум сиреки она просто переделана практика цандали это тоже практика взятая из аума вот практика молитва стоя тоже взятые за ума потому что в тибетском эзотерическом буддизме она не так выполняется какого делается она делала она делается с небольшими изменениями именно таким образом как когда отдавалась в ауме вот я не хочу перечислять каша винегрет я не ругаю ну да и именно отсюда как бы я беру все негативные элементы негативные истории связанные с нарушением правильный правильного следования традиции духовной практики и так далее да то есть так называемая аппарат хим когда мне нужно привести пример относительно того как не надо поступать на пути духовного развития я сразу вспоминают от вот этот вот типа организацию да и там было огромное количество всевозможных историй мне очень легко так именно поэтому потому что иногда ребята уже пишут зачем вы эти тему поднимаете она уже надоело всем и так далее ну а раз вопросы задаются мне же надо как-то объяснять человеку вот и приходится оттуда брать у меня не так-то уже много опыта и потому что я когда прекратил перестал общаться с этой организацией я стал очень консервативным да то есть как бы закрытым я не хочу теперь никак никакие ашрамы не хочу каких там учителей не хочу всех этих до личная садхана и что девата алтарь божества сам продая все мне этого достаточно вот как бы я побаиваюсь но это знаете как такая наверное душевная травма которая остается на всю жизнь я это пережил вот именно да но в то же самое время чтобы как-то объяснить я иногда вспоминаю поэтому ну соотноситесь с пониманием на самом деле на самом деле ашрам вишнадевы ну далее вот эта вот организация вишнадева это конечно не ашрам потому что там нет структуры которая описана ведических писаниях там все в принципе не так там нарушены многие правила многие законы вот допустим для того чтобы быть монахом или саньяси нужно принимать так называемую саньясу так вот да я одним из правил принятия саньяса является шнур брамина вот все монахи которые которыми минцев давал до вишнадев давал посвящение ни один из них не обладал шнуром брамина да то есть недавно не давался вот этот вот шнурочек который вешается да и он его и его носить нужно потом на протяжении всей жизни ни у кого этого шнурка не было и мы вообще там но это вообще не ведическая традиция да то есть там посвящение были да да что там говорить на самом деле вы посмотрите как сидит минцев во время лекции он сидит спиной к алтарю ведической традиции ни один духовный учитель не поворачивается спиной к божествам это является аппарат хи тут все видео да там был как бы он записывает на фоне храмовых божеств и он сидит к ним спиной вы посмотрите видео которые есть в традиции индуизма да вы посмотрите там есть божества за спиной кто-нибудь лекции читает в ашрам о его храме никто потому что это является до спиной к божествам никто никогда не сидит только боком можно здесь же но особенно относительно там была такая такая практика подвешивается в двух чашах с правой и с левой стороны от алтаря от основного божества чаша с водой в индии такого нету ни в одном ашраме ни в одной ни в одном храме такая практика не делает откуда они это берут зачем это делает а зачем вода подвешивается в чашах с правой и с левой стороны от божества ну бред вот я пытаюсь знаете как я когда первый раз поехал у меня было такое разочарование я думал боже какой я глупый я поверил просто жулику я последовал за жуликом и понимаете как бы сам виноват на самом деле мы все к сожалению да и одно из один из элементов или один из мотивов моей деятельности является то что я стараюсь просветить просветить людей чтобы люди научились обрели знания связанные с тем как выбирать духовного учителя как выбирать духовную традицию как выбирать знания как совершать садханы и так далее то есть не должно не должны мы находиться в таком состоянии через которое прошел я и многие другие да то есть частности подписчик до который вот написал это письмо не должны мы проходить через вот это вот состояние безвестности потому что всевозможные жулики этим пользуются да вишнадев жулик обратите внимание как бы я уже говорил об этом да они там рассказывали сказки что это мы года не протяну что я там да я там давно прошло уже 15 лет со мной все хорошо все хорошо вот это то что они якобы говорили относительно меня все как-то каким-то мистическим образом почему-то вернулась им вот у них сейчас нет ни ашрама и мне негде жить они скитаются то на украине в днепропетровске у них ашрам то в одессе они пытаются там ашам построить он там под белой церковью пытается жить тайно от каких-то там товарищей в погонах скрываясь да не боясь рассказать относительно там места проживания и так далее но это его проблемы да то есть как бы для меня все все вот эти вот элементы являются показателем невежества титаническое титанического невежества и абсолютной глупости и гордыни как-то так вот могу много рассказывать очень много рассказывать давайте вот поэтому постарайтесь понять что все что вы получали прибежище посвящение это все не работает это не работает как благословение прибежище в плане ведической традиции но это работает как создание дурной связи дурной кармической связи не чистой связи с демоническими существами с нечистыми духами с бесами и так далее именно так это работает именно так вы будете видеть это в сновидениях введениях и во снах но я не рекомендую заходить к ним на сайт изучать это неразумно потому что там в информации она вся информация которая у них там есть она дана через аппарат хи оскорбления и естественно люди которые прикасаются к этим знаниям они обретают вот эти вот энергии аппарат хи оскорблений ну что-то наподобие черной магии да поэтому не советую то есть не погружайтесь не слушать не изучайте просто примите к сведению этого достаточно вот поэтому относительно кармической связи с этой организации ее нет не волнуйтесь ну да то есть она как бы связи есть но кармической связи кармическая связь разрушится в том случае когда вы примете посвящение в авторитетной традиции например у кришне этого я уже говорил об этом как это происходит чистая энергия постепенно начинает выталкивать мусор вот вишнадев это мусор и вот вот эта практика те же самые вайшнавы кришне это но надо будет следовать этой традиции и постепенно постепенно вы это сможете вытолкнуть все это довольно просто работает но это работает вот либо в любой другой традиции я замечал очень большой эффект и в во время аполлонических поездок к божествам известным как венкатешвара а вот к получению благословений в храмах джаганадхи в индии тоже удивительный эффект удивительнейший а вот связь очень сильно начинает разрушаться да как бы они все равно будут преследовать они все равно будут приходить к нам на канал смотреть изучать пытаться что-то там для себя найти как объект медитации чтобы помедитировать но все все это не работает да то есть мусор прах должен быть там где находится прах я делюсь исключительно благословениями которые действительно можно обрести это все реальные мистические переживания которые проявляются в силу духовной практике они как у вишн-дэва там на основе да там и опытов то нету каких-то мистических трансцендентных состояний там просто нету вот смотришь на этих людей вот прислали недавно друзьям ролик в котором анандалила до которой кстати купили за 30 тысяч долларов титул махомандали швари да как и минцеву минцеву кстати купили за 50 дали наоборот минцеву за 50 а ей за ой за 30 а ей за 50 подороже вот и вот она праздновала свой день рождения а в окружении четырех монахов я был потрясен махомандали махомандали швари господи там супер имя какое-то длинное до в окружении четырех учеников не ашрама не традиции не реализация ничего нет прошло 25 лет или 30 уже практически да а вот реализации 0 люди не понимают такого карма как бы мне иногда делают замечание что же вы так могли бы там стараться данной даниана мне надо как бы я рассказал если человек не понимает и не собираюсь за ними за ними бегать и объяснять ему на своем примере на набьет шишек поймут что вляпались в какой-то как у какую-то грязь в какие-то испражнения под названием лая йога и так далее и любишь на испражнение под 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 именем вишну дева садева там вот проходит время время самый лучший гуру вот время всех учит всех вставить на место всех да это самое самое лучшее такой как бы фактор далее давайте-ка еще раз вот давайте еще раз подведем подведем итог для того чтобы разорвать ослабить и уничтожить связь с этой организации она будет она по-любому будет смотрите-ка я ушел 2005 но до сих пор всплывают последствия прошло по большому счету 17 лет до это что вы меня нашли это тоже еще отголоски как бы этой организации в россии уже не будет она они не вернутся да возможно они там планируют что-то этом слышал что у минцева большие там планы какие-то лишь на д вода народной россию на на украину этого всего не будет ну как бы его поезду шел вот его ждут большие страдания как бы серьезные наказания вот и они знаете они все больше и больше накатывают в его сторону и так далее да дальше относительно письма так просто помахать этим людям и забыть я думаю этого мало ведь был пройден серьезный ритуал и связи есть признавая не признавая но она есть ну да связь но как с демонами до связь с демоническими существами невозможно оборвать до тех пор пока в нас будет нечистая карма связь с нижними мирами с адскими мирами ну вот поэтому в этом плане да но это не это не то чтобы да как это назвать это не чистая кармическая связь вот так будет правильнее в целом я думаю я смог рассказать не будем наверное затягивать как бы и так много рассказывать могу очень много десятки и сотни истории пишите если до сих пор что-то непонятно пишите можете скинуть это видео своим друзьям вот если у кого-то что-то не это не не смог разобраться не не смог понять как бы могу прояснить а вот относительно количество последователей если не ошибаюсь за их закрыли в 2013 14 годах и с того времени прекратились конгрессы адвайты да так вот за это время где-то около наверное 100 150 тысяч последователей получали так или иначе посвящение знания и так далее вот отсутствие реализации каких-то уровней просветления развития у этих учеников указывает на то что духовной силы в этой организации просто нет времени прошло много учеников толковых нету это один из признаков того что учение ложное сам по себе учитель ну как бы пустышка как-то так вот пишите отвечу до новых встреч